Павел прямо над печкой лежит, и лежит, и лежит. Эта вот печка у нас загорожена, чтобы она не попала туда. И она на дровах лежит. Там жарко, надо что-то любить так. Это сегодня у нас 3 апреля 2018 года, вторник. Сейчас батюшка звонил. Игорь должен подъехать. Какие-то две коробки батюшки отдать из Томска прислали. Вот на них надписи такие. Стиху батюшки. И второе. И там Роман позвонил, говорит, чтобы Лена собрала ему чемодан. Вещи какие-то. Игорь сейчас должен привезти этот чемодан. И завтра как раз приемный день здесь. Для иностранных граждан мера пресечения взятая. Ну как тюрьма, следственный изолятор. Ну, вот туда пойти, кому не знаю. Самому придется туда волоситься. Ни одно животное, так вот я не знаю сколько, не вылезает от себя, как кошка. Кажется, у нее шерсть должна быть хорошая. Вот у собаки, главное глади моего, у собаки язык целительный. А у кошки шерсть. Она греет. У бабок всегда лежит там где-то в ногах или где на грудь. Будто бы чувствует, где больное место на него ложится. Вот этого я не могу подтвердить. Кошек все время держим. Говорят, а это держат кошек. Детей нету. И вот это дело. Интересно, при чем тут дети. Это в человеке самом уже. Я приезжаю в Воронцовка, недалеко от Фрунзе. Там наши родители переехали брату Акиму, когда деревня разрушена была. И гляжу, мать доит корову. Корову сразу завели они там. И вот корову доит. А корыца, корыто прям целое. Отец наливает, чуть не пол ведра. Гляжу, столько кошек. Я говорю, а тядь, а что ты кошек-то наплодил? Да кто их плодил холеры? Они сами плодятся. Вот так. Он кошек любит. А ребятишек 10 ребятишек было. Нету детей. Десять. Так там внуков-то кишит во дворе. Откуда-то как-то приедут там сыновья, дочери, всегда там и кошки. И туда приехал. Приехал, привез свою собаку Марса. Марса. Огромная собака такая. Но он видимо из разных пород. Больше на Кавказца похожий был. Верхом на нем катались. Запрягали в санки. И он один в санки прет, как теленок. Вот. Детей десять и кошек. Может быть, у него не меньше десяти было. Ну, куда их говорить? Ну, холеры. Кормить-то надо все равно. Вот такая была доброта. Отец пас, когда... Ну, как пастухи пасут? Овечка объягнилась. Его затоптали там. Ну, он за ноги ягненка-то за ограду выкинул, а там собаки доедет. А отец даже ночью, утром пройдет. Нет ли где объягнившийся, пока не выгоняет. А овечек тысячи двести, полторы тысячи. И тогда он бутылочкой кормит ее. Она уйдет, пасти нам накажет. А если на поле объягнется овечка-то, он ягненка в плащ загнет плащ такой брезентовый-то. Ну, его держат там рукой-то. И кто лошадей пасет, подойдет, скажет, вы ребятам скажите, чтобы пришли. Объягнилась овечка-то. Вот так. Хочу особенного пасти. Ну, ходи за ней за овечкой. Эй, нет. Отец даже часов не было. Часов не было ни у кого, ни ручных никаких. В деревне на самой высокой Эптополь кто-то поднял и поднимать флаг красный, чтобы видно было его. А мы издалека смотреть должны увидеть, там, километра за четыре. Эптополь такой, там, Токтаевы жили, Егор. А когда нету, отец, тень, 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 когда солнца, а солнца нету, маленько видно. Отец головой так со стороны на сторону качает, чтобы заметно было, где тень. И он шагает, тень длины, шесть шагов, скажет. Все, ребята, надо домой подвигаться. На какое там, где экспортсет, когда напоить. Какая трава, во сколько выгонять. Когда на отдых. Отец все знал. Сорок лет пастухом был. Ему наказывали, смотри, дядь Тишин, ниоткуда не принимай овечек. У нас это запрещено. Ну, а тут начальник милиции был в Ребрихе. От нас 35 километров. Начальник милиции был казах. Сильно хорошие отношения с отцом были. И вот он ночью привезет овечек. А вокруг пасут во всех деревнях. А он именно к нам. Почему? Надо, чтобы овечка была, или барашек там, жирный. А как пасут-то? Пол дня держат в закутке. А у отца недостаток был такой. Он говорит, овечку отдал, получая назад, как свинья. Вся жиром заплывает. Смеялись. Даже, дядь, ты упасти не умеешь. Ну, ребята, как же так-то он... Ну, и никто не знает. Начальник милиции, а кто будет лезть это в такой толпе. Барает отец, когда выгоняют, не гоняют, а стригут когда. Ну, иногда вытаскивают овечек там, что не там же, а ну ты снаружи переулка. У нас две собаки, три даже было охраняли. И вот ищут, не найдут. А отцу подают, подадут, то один даст там, нальет что, и выпить, и второй. И он уже едва на ногах стоит. Он не отказывался, люди добрые. И он стоит при входе там, ну, разговаривает. Подойдут, Тихон Дмитриевич, овечки наши нигде нету. Он всех на память знал. 1200 овечек. Он никогда ничего не умел писать. Скажет, когда она гулялась, когда покрылась, называется. Покрылась, то есть, ну, начало оплодотворения. А сколько овечка сходит, он знает. И он подойдет, Тихон, нет овечки-то. Он подойдет за столбушок там, держится так. Уже едва на ногах стоит, глазами так посмотрел. А вон она стоит там, показывает, где она стоит, и все. Холера спряталась, голову-то опустила. Он ее знает, у нее даже не видно, какие пятна. Ну, называется порис, пень, клин там, порина на ушах. А он их просто знает. Вот мама любила наш пчел. Она о них могла говорить, кажется, бесконечно восхищаться и славить Бога. А отец овечек любил. Овечек. И вот овечка каждому ребенку своему, он говорит, вот это вот старший брат был Самуил, это его овечка. Вот она если объягнется, двойняшек принесет, вырастет, это его. Кали, ешь там, шуб в ушей. А вот это вот мне. А мне говорит, а у меня в это время голубей выгоняю в этот день. Я приучаю к моему месту-то. Отец, о, дурачок, ничего ему не надо. Со своими голубями только возится. Вот какое было понятие у отца. Ну, раз я не интересуюсь, мясом не ем, а мне зачем овечка-то? Ну, и так кому-то из других братьев моих там она застанется. Я никогда и не брал. Даже не помню такую. А вот мама каждому давала флягу. Это 48 литров меду. Это я возьму. Большая фляга. Мама работала на колхозной пасеке с шерстобитовой. Ксения Михайловна. Таза старшего была. До этого был Эрли Яков Севастьянович. Немец был. Тот и маркетан, ищел скотину там подложить. Ну, кастрировать. Он об этом заботился. Его везде приглашали. А потом его не стало. Вот я знаю, у них был старший Эвальд. Эльвира, Володя, Артур и Роберт. Это их дети были. А с Артуром мы учились. Очень умный, приветливый. Такой немец был. И вот я тогда уже маленечко это поднабрался по-немецки говорить. Немец. Потом он уехал в Германию. А потом вернулся назад. С чем связано, что, не знаю. Щепки грызет, что-то сидит. Видишь, маленько голову на бок держит. Вот, сейчас жду. Вот, вот должен появиться. Вот, я погляжу, во, появились. А то что же я не вижу-то, где? Где-то там, думал, кто-то приехал. Ага, это вот где прибор мой. Клавиатура, видать. А там на улице Игорь приедет, барабаш. Когда снимут. Паля вылезла оттуда с печки. Жарко, конечно, жарко. И вот она теперь тут. На втором этаже. У нас плитами железными. Поджесси. И на другом месте написал. Я сразу же, когда Паля тут попала. Вот так. Вот и лижется, и лижется. Шуба у нее. Шерсть шикарная такая. Вот вылизывает с себя. Это Паля. Паля. Продолжение следует...